Так, у меня опять проснулись соседи с ремонтом, да что ж такое-то, в прошлом году каждый день его делали, и сейчас продолжает, мне понравился формат пятиминутного ролика, знаете, я тут нашла две штуки, даже скорее минутного ролика, при разборе склада резинок, почему-то туда улетела тушь iMagic, у меня такая уже была, это должна быть вот та самая тушь чулки, Junt Brush Perfect Mascara, у меня было, а-а-а, вот что валяется, с отвалившейся туда щеточкой тушь, по-моему она засохла, а что я ее храню, кто понял, никто не понял, так, как вы видите, мне осталось докрасить ресницы, так, это я не буду брать, спорт и пляж, все еще держится, у меня тут открытая подзасыхающая тушь от Tarte, давайте ее нанесу, а что не такая уже засыхающая, на дворе июнь месяц, а туши у меня открыты очень многие январе, спорт и пляж вообще с прошлого года, так, а где же кино, да, вот это Fantasy Blue кино за 3 копейки было куплено на сайте аптека.ру, вообще как-то очень дешево на 100 с небольшим стоило, так, что я ее взяла вдогонку к заказу всяких медикаментов, сейчас не хочу синюю тушь, хотя была мысль опять привязать афрорезинку, но нет, мне дальше надо бежать, готовить еду, возиться с малышами, успевать еще кое-какой интеллектуальной деятельностью позаниматься, поэтому волосы примут конфигурацию пучок очень скоро, моя самодельная палетка помад из палетки теней, она периодически мешает мне использовать Project Pen, здесь все ультра от Avon, вот в такой блестящей, сияющей текстуре, и мы сейчас вот эту вот яркую-яркую выгуляем чуть-чуть, она не такая вообще увлажняющая, как найденная вчера Фаберлик помада, она гораздо более сухая, мелкие блесточки, они как очень мелкий скраб для губ ощущаются, и у всех этих помадок разная пигментация вот при нанесении кистью это прям ложится так смачно, жирно, я к сожалению вам не скажу какой конкретно этот цвет, у меня 8 оттенков из 10, по-моему их 10 всего, у меня каких-то двух нет и всем молодым девушкам страдающим, что не хватает денег на всю палитру цветов помад, какие только бывают, не страдайте, зарегистрируйтесь в какой-нибудь компании типа Avon Faberlic, за это денег не берут, по крайней мере в этих двух компаниях, купите пробников, и когда их много, это примерно превращается как у меня, вот палетка ультра, а еще у меня пакетики с пробниками, в том числе фаберликовских помад и еще каких-то Avon, я планирую сделать большую палетку сводную, как-то планирую, когда-то, не знаю когда, а что я вертикально сел снимать, на 5 минут наболтала, так, аромат дня, вы знаете, у меня вот этот Верт Эн Вале, от Ифраше все маюсь по выводному бланку, делать заказ или так много всякого парфюма, и не буду делать, обойдусь тем, что есть, мучаюсь и страдаю. Так что пишите ваши варианты ответа, делать заказ парфюма еще вот этого и лимитки розовые, раз сейчас у меня сезон, когда мне роза нравится, а вдруг она мне потом перенравится, а у меня и так уже флаконов много, уже заканчивается место, куда их можно поставить. И где взять время, чтобы сделать большую сводную палетку из всех пробников, поставить ее близко на стол, чтобы вот так удобно было, как палетка в Project Pan или как вот это. Схватила, накрасилась и побежала, нигде не рыться, не искать. Вот что мне делать, как любить. Пишите. А кто слушал, молодец. В конце мая, начале июня я вот так удачно заходила в подружку, плюс там еще за кадром лежат кое-какие вкусняхи из более разных заходов, большинство из которых не попадало в съемку, потому что один-два предмета, ну зачем? Я думала, никому не интересно. В общем, столько у меня на канале и в моей личной жизни событий, требующих отметить их розыгрышем, что я просто теряюсь. Теряюсь, как сделать нам розыгрыш в Ютьюбе. Закрыты личные сообщения. Яндекс закрыл возможность писать личные сообщения. Яндекс.Дзен я имею в виду. Социальными сетями, призывающими к убийству одной половины моей семьи, и другой половины моей семьи по этническому признаку. Я категорически просто не хочу пользоваться. Да даже если бы они призывали убить кого-нибудь по этническому признаку, все равно мне бы это не нравилось и было бы как-то сильно неуютно. Поэтому не хочу туда идти. Завести отдельную почту. Ну вот я прокручивала этот сценарий в голове. Вот выиграет у меня победитель в конкурсе. А в почту мне напишет какой-нибудь ушлый любитель кахалявы, что да, 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 это я. И выясняю, я не я, Харя не моя. Как? Как идентифицировать победителя? Как с ним связаться? Пишите ваши идеи. В комментариях. Потому что я вот реально заблудилась в размышлениях на эту тему. А розыгрыш таки, да, хочется провести. Что-то давно их не было. Да, и надо привлекать вас как-то на другие платформы. Там весело. На дзене можно фотки выкладывать с комментариями. Быстро, удобно, лучше находиться на рутюбе. Просматривать, прослушивать. Все удобнее. Вообще поляна не занятая. Как бы туда не залезть. Прям вот как вы все проходите мимо. Подумываю о том, чтобы завести канал в Телеграм. Знаю, что у многих уже есть, и им там нравится. Так что вот такие у меня размышления. Отдалевают последнее время. Шикарный у нас теплый, яркий июнь. Вам всем отличной погоды, любви, мира, счастья. Продолжение следует...